В биатлоне, как и в европейском футболе, сейчас в межсезонье. Впрочем, время отдыхать у представителей этого зимнего вида спорта уже прошло. Женская команда России очередной сбор под руководством немца Вольфганга Пихлерга проводит на родине тренера в Руппольдинге. Детали тренировочного процесса нашей команды у Ильи Трифонова. Сегодня мы первый раз эту тренировку пробуем? Каждый должен ехать своим темпом на интенсивности, чтобы лактат был 4 мм. Если у кого-то будет больше, корректируем скорость, в зависимости от показаний. 4 мм лактата или по-другому молочной кислоты. Объясняя на пальцах, это величина, при которой усталость в мышцах едва-едва различима. То есть при подъеме, скажем, на четвертый этаж по лестнице, у обычного нетренированного человека ноги немного затекут. Значит, лактат больше 4 мм. А нашим девушкам в это утро превышать эту цифру было никак нельзя. При том, что Вольфганг Пихлер вывез команду на 15-километровый непрерывный подъем с довольно крутым углоном. В России таких просто нет. Да и дороги с хорошим покрытием и почти нулевым трафиком отсутствуют. Методики Вольфганга Пихлера позволяют испытать новое ощущение не только спортсменкам. Попробовать себя в непривычном качестве удалось и нам, в съемочной группе канала «Россия-2». Вот я сейчас себя ощущаю, например, никем иным, как водителем технички какой-нибудь Тур-де-Франции или Джире-де-Италии. Наш автомобиль был в числе трех, которые сопровождали спортсменок. Каждую из них дважды, а то и трижды останавливали для контроля того самого лактата. Заданный режим работы выдержали все. «Подготовили, конечно, заранее в этот раз. Готовились, настраивались, знали, что будет тяжело. Еще сегодня погода не очень хорошая, поэтому было вдвойне тяжело. Но сказали, это еще не предел, поедем быстрее в следующий раз и, может быть, даже не один раз». Наравне с другими тренировку провела и Светлана Слепцова, у которой на этом сборе воспалилось сухожилие. Видите, тейп на левой ноге. Всему виной рано начавшиеся длительные кроссы в гору и по асфальту. «Пихлер» считает, что нога Светланы, которая сейчас не бегает, а только катается на роллерах и велосипеде, быстро придет в норму. А система подготовки, предложенная немцам, приживется в России. «Я изучал прошлогодние планы и считаю ошибкой начинать интенсивные тренировки только в июне. Уже в мае пора нагружаться. В шведской сборной я предлагал такие же тренировки, что мы делаем здесь и сейчас. Правда, объемы были куда больше, но шаг за шагом мы это наверстаем. Торопиться нельзя». На вершине горы «Пихлер» ожидал спортсменок с большим резиновым мячом. Чуть больше и чуть тяжелее баскетбольного. Еще одно новое для России упражнение. Называется оно, кстати, «Ной наркопут». Интересно, Магдалена знает о нем что-нибудь? При случае обязательно спросим. Илья Трифонов, Иван Попов, Вести Спорт, Рупольдин, Германия.